Было бы желание, можно и картошку на песке вырастить. На первый взгляд, надымская почва не очень подходит для посадок. Однако, как показывает практика, на ней прекрасно вызревают корнеплоды. Например, надымская картошка. Она не только экологически чистая, но и очень вкусная. Совсем скоро все это поле засадят, и тогда можно будет ждать урожая северной, можно сказать, арктической картошки. Увидеть, как рядом растут ягель и картофель, можно, пожалуй, только на севере. Надымский фермер Александр Бородин не первый год обрабатывает собственное поле и высаживает самый ходовой корнеплод. Выбирает уже проверенный сорт. Картофель мы сажаем розару, как и в прошлом году. Картошка довольно неплохая, она рассыпчатая, сочная. Лето как бы, картофель сорокодневка, лето все равно два месяца, два с половиной у нас есть. Ей хватает в период летнего, чтобы полностью созреть. Розара неприхотлива, не боится перепадов температуры, вредителей, хорошо хранится. Идеально для севера. Бородинское поле, а это семь гектаров, раскинулось вдоль дороги в аэропорт. Фермер уже подготовил почву для посада. К помощью трактора ее распахали и поделили на грядки. Теперь пора укладывать клубни. Делать это будут тоже не вручную. На подмогу к северянину приехали южане. У меня опыт немножко есть. Мы в Краснодаре сажаем картофель. Примерно такой технологии, как сейчас. А скажите, что за техника такая? Как помогает вам в работе? Это вот картофельная сажалка. Вот сюда засыпается картофель, потом подается в малые бункерки. Оттуда берется ложечками. Вот некоторые у нас поломались уже пластмассовые. Мы поделали самодельные металлические. И укладываются именно вон сапожки. Сзади дисками все это закрывается. Для хорошего роста нужны солнце, влага и плодородная земля. Света с белыми ночами хватает, влаги тоже. Да и почва в Надыме оказалась совсем не скудная, а преимущественно песчаная. Сейчас работать проще, земля уже освоенная. А вот год назад пришлось побоевать на каждом гектаре. Но усердный труд в прямом смысле дал свои плоды, а точнее корнеплоды. В прошлом году мы там 43 тонны у нас было. Но в этом году планируем до 50. Но у нас поле небольшое, больше, наверное, не получится. Но посмотрим. А там посмотрим, все от погоды зависит. Видите, в этом году на две недели позже сажаем картошку, чем в прошлом году. Потому что холодно было. В том году и картошка уродилась мелкая. Но в условиях местного климата это сухая победа. 1-0 в пользу Александра Бородина. Через пару недель клубню пустят ростки. Еще через месяц-полтора зацветут. А там и до урожая недалеко. Его с нетерпением ждут местные жители. Раскупают северную картошечку быстро. Родной это всегда вкуснее. Наталья Малышенко, Евгений Ануфриев. Программа новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова